30 мощных татар, взяв в свои кузова по 25 тонн щебня, одновременно заезжают на проезжую часть. Так в течение двух суток проходили испытания нового Кантемировского моста. Движение по новой ленинградской переправе, длина которой 665 метров, открыто. Новый мост через Большую Невку – важное звено дуговой магистрали, которая соединит северные районы Ленинграда с центром города. Путь участников 12-й советской антарктической экспедиции – туда, где на карте еще белые пятна, где пока не ступала нога человека. Но как бы далеко не уходили они, они все равно всегда с нами, наши мужественные землепроходцы. Статистика утверждает, интенсивное сбежение транспорта на Невском проспекте составляет от 2,5 до 4,5 тысяч единиц в час. Бдительно несет свою службу на главной магистрали города государственная автоинспекция. По Невскому проспекту за один час проходит более 20 тысяч пешеходов. И ни один из них не должен нарушать правил перехода. Это обеспечивает безаварийность движения. Старт дан. Сейчас все зависит от точности расчета, четкости каждого поворота руля и скорости. А вот этот не рассчитал. Штурм зимнего. Этот эпизод снимается на Дворцовой площади для фильма «Тихий дон». Руководит съемкой режиссер Сергей Герасимов. Оператор Владимир Рапопорт. Фильм будет выпущен к 40-летию Великого Октября. Мост свободы, соединивший Выборгскую и Петроградскую стороны, открыт. В Ленинграде построен новый гоночный автомобиль. Машина сможет развивать скорость до 200 км в час. Устойчиво на поворотах, послушно в управлении. Собран автомобиль на основе деталей отечественной машины «Победа». Район сада отдыха стал местом воображаемого пожара. Слаженно действует юная команда. Вот и пошла вода. Отлично, быстро, справили. Боевая тревога. Подразделение офицера Салуянова выходит на учебные занятия. Поставлена тактическая задача. Отбросить противника, угрожающего занять высоту безымянную. На занятиях солдаты учатся преодолевать трудности, быть выносливыми, находчивыми, способными вести бой с противником в любой обстановке. В лесах Карелии трудятся ленинградские изыскатели. Преодолевая топи болот, многие километры трудного пути, наносят они на карту трассу новой западнокарельской железной дороги. В лесах Карелии трудятся ленинградские изыскатели. В непроходимых местах пришлось разбить лагерь. Единственное средство связи – самолет. Да и не всякий самолет может совершить здесь посадку. Сегодня доставлены необходимые оборудования. Посмотрят родные солдаты и, наверное, скажут, надо же, и в выходной день не дают покоя. Не волнуйтесь, для хорошего солдата такие состязания не в тягость. Здесь и проверяется солдатская сноровка. Тихий лагерный вечер. Поет баян – вечный солдатский спутник. После перерыва зенитовцы усиливают натиск. Подряд следует несколько комбинаций. Игра переходит к воротам гостей. Удачно обводится защита. Гол! На стапелях судостроительного завода – атомный ледокол. Промышленность всей страны участвует в строительстве первенца атомного судостроения. В цехах ленинградских заводов создается уникальное оборудование для ледокола. Коллектив Балтийского завода одержал новую трудовую победу в предоктябрьском соревновании. Спущен на воду рефрижератор «Иркутск». Трудовыми подарками встречает коллектив фабрики имени Самойловой приближающийся праздник. Здесь широко механизировано производство. Красиво оформленные кондитерские изделия будут хорошим украшением праздничного стола. Кулковская обсерватория. По путевке Академии наук Китайской Народной Республики приехала сюда профессор Нанкинского университета Цзоо Исинь. Ленинградский ученый Сахаров познакомил ее с работой обсерватории. Колпино. Здесь в 1917 году был создан самодеятельный оркестр народных инструментов. К празднику октября готовится новая программа. Выставка итальянских мод организованной Ассоциацией Италии-СССР вызвала большой интерес у ленинградцев. Она будет содействовать укреплению дружеских связей между народами Советского Союза и Италии. Широко развернулось соревнование за выполнение поставленной коммунистической партии задачи догнать Соединенные Штаты Америки по производству сельскохозяйственных продуктов на душу населения. Далеко от Родины, в глубинных районах Антарктиды, в Пургу и Стужах эти новые машины будут верно служить советским полярникам. Студия Ленфильм снимает эпизод нового фильма «Дело, которому ты служишь». Преодолев 30-километровую дистанцию за 1 час 36 минут 10-2 десяток секунды, первым пришел к финишу москвич Дмитриев. Он установил новый рекорд. Люди всех стран мира следят за полетом первого искусственного спутника Земли, созданного нашими учеными в канун 40-летия октября. В эти дни из разных концов земного шара отправляются в Москву сообщения о движении концов земного шара отправляются в Москву сообщения о движении новой Луны. Нет в Ленинграде такого района, где не велось бы жилищное строительство, где не вырастали бы новые дома, целые кварталы. Такие дома строят сегодня на Щемиловке, одной из бывших окраин города. В новые квартиры въезжают рабочие и служащие, простые ленинградские труженики. Это о них позаботились строители. Даже самая взыскательная хозяйка останется довольна такой кухней. В удобных, благоустроенных квартирах отпразднуют новоселье в канун 40-летия октября многие семьи ленинградцев. Полмиллиона квадратных метров жилой площади получат трудящиеся города в этом году. В отдаленные колхозы рабочие поселки разводят автолавка книги для сельских покупателей. Большим спросом у тружеников колхозных деревни пользуется политическая литература, произведения советских писателей, книги и брошюры, изданные к юбилею советской власти. Когда вместо снега на землю падают желтые листья, можно заниматься и лыжами, и коньками. На дорожках парка тренируются конькобежцы. Первые шаги делают юные фигуристы, дети рабочих Кировского завода. На роликовых коньках можно бежать по асфальту, словно по гладкому льду. Конечно, по траве не легко скользить на лыжах, зато по настилу из еловых веток умелый спортсмен идет легко, как по настоящей лыжне. У прыгунов с трамплина свои особые упражнения. Так отрабатывается правильное положение во время полета и техника приземления. Несколько сот телевизоров марки «Знамя» ежедневно выпускает завод имени Козинского. С главного конвейера в цехе сборки каждые 2-3 минуты сходит готовый телевизор. Автово – один из новых жилых районов нашего города. На Краснопутиловской улице в Автово сдан в эксплуатацию еще один 140-квартирный жилой дом. Оживленно идет торговля в магазине подарков. Каждому хочется выбрать вещь, которая сразу бы пришлась по душе и тому, кому она будет подарена, и, конечно, тому, кто дарит ее. Даже самые взыскательные люди не уйдут из магазина без покупки. Екатерининский дворец в Пушкине. Таким оставила его война. Это руины Большого зала. Сразу же после окончания Отечественной войны начались работы по восстановлению архитектурно-паркового ансамбля. Обломки скульптурных деталей, фотографии, подлинные проекты, найденные в архивах – все это используется художниками и скульпторами для возрождения прекрасного дворца. Советским людям хорошо известно творчество датского художника Херлофа Биттрупа. Во время поездки по советской стране Херлоф Биттруп побывал в Ленинграде. И художник, и кинооператор остались довольны встречей. Больших успехов добились строители тепловой электростанции Вафтово. Основа нового здания станции составляет железобетонные колонны. Каждый из них длиной 32 метра весит 48 тонн. Вот очередная колонна поднята. На улице Решетникова построен новый колхозный рынок. В помещении светло и просторно. Созданы все условия для покупателей и продавцов. Одновременно здесь могут торговать 450 человек. В день открытия рынок посетило свыше 30 тысяч покупателей. Ленинградский сельскохозяйственный институт в городе Пушкин. Мы увидели студентов не только в аудиториях и лабораториях института. Обучение молодых специалистов все больше связывается с настоятельными потребностями жизни. Советские ученые все больше проникают в тайны Вселенной. Утром 3 ноября, наблюдая за поверхностью Луны, ученый обнаружил изменение яркости одного из лунных кратеров. Трудовые навыки прививаются ученикам 367-й школы Московского района с младших классов. Ребята учатся столярничать, учатся слесарному делу, знакомятся со станками. Лотерея есть лотерея. Кому москвич, кому Волга, а кому и дачный домик. Не забудьте только приобрести лотерейный билет, ведь тираж скоро. Он начнется 20 декабря в нашем городе. Тоярки взяли высокое обязательство. В будущем году получить по 4300 килограммов молока от каждой коровы. И девушки, конечно, сдержат свое слово, ведь они члены бригады коммунистического труда. Просто и красиво обставлена квартира. Даже и не подумаешь, что основным материалом для этой очень недорогой мебели была обыкновенная стружка. А выглядит гарнитур так, словно выполнен из ценного материала. Сегодня в родной город из далекой Австралии возвращаются ленинградские спортсмены, участники 16-х Олимпийских игр. Ленинградские спортсмены завоевали 25 медалей, опередив по очкам команды Франции, Финляндии, Румынии и других стран мира. В те дни по призыву партии уезжали на постоянную работу в колхоз комсомольцы одного из ленинградских заводов. Хлебом с солью встретили новоселов-колхозники. Они приняли в свою трудовую семью. Хорошая баня открылась в Петроградском районе. Вот и самые маленькие посетители. В специальном отделении мать и дитя малыши могут не только искупаться, но и отдохнуть, поиграть. Как в доброе старое время, сказал бы старожил, придя сегодня в летний сад. По электростанции. Скоро Кировская теплоэлектроцентраль будет снабжать горячей водой сотни квартир ленинградцев. Первый ток уже пошел на промышленные предприятия города. В свете вечерних огней Ленинград еще краше. Прохожих на улицах становится больше. Многие уже закончили трудовой день и почти у каждого есть свои вечерние заботы. До сих пор капитальный ремонт подводной части морских судов производился только в доках. Теперь же при помощи лебедок судно поднимается для ремонта на стабиле. Сегодня юные ленинградцы встречают пионеров солнечного Узбекистана. Будьте дорогими гостями. Спасибо за ваш подарок. 1400 тонн хлопка получили ленинградские предприятия. Военные пилоты Эннского полка бомбардировочной авиации день за днем упорно совершенствуют свое летное мастерство умение владеть боевыми машинами. Приказ получен в полет. Боевые машины созданы замечательными советскими авиаконструкторами на любой высоте, в любое время года, в любых условиях послушный опыт на руке пилота. Богатые урожаи овощей и зерновых, высокие удои молока получает колхоз-миллионер Ленинский путь Волосовского района. В прошлом году от каждой коровы было получено 4628 килограммов молока. В районном центре Тосна открылся новый универмаг. Теперь жителям не придется ездить в Ленинград, чтобы купить радиоприемник, новый марки телевизор, подобрать по фигуре пальто или костюм. Все это можно приобрести на месте. Архив Академии наук СССР лишь на 25 лет моложе нашего города. В фондах этого научного учреждения хранятся более миллиона рукописей документов, личные архивы виднейших русских ученых. Шесть дней в Кавгалово проходила зимняя юбилейная спартакиада армейских спортсменов. В программе соревнований прыжки с трамплина, лыжные эстафеты, гонки на 20 километров со стрельбой. Колхоз Дружба богатый хозяин. Он один закупил 10 тракторов и более 30 сельскохозяйственных машин. По многим дорогам идет в колхозы домой могучая техника. На трассе кипит работа. Трубопроводчики за день проходят полкилометра пути. Сейчас они ведут газопровод через холмы и овраги Валдайской возвышенности. До Ленинграда остается около 300 километров. Все ближе подступает к нашему городу стальная лента газопровода Серпухов-Ленинград. С осени будущего года на газоснабжение перейдут более 200 предприятий ленинградского санархоза. Намного станет чище воздушный бассейн над городом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова